Предлагаю заценить канал «Ты знаешь» от ребят из Германии. Познавательные и шокирующие факты не дадут вам скучать. Заходите и подписывайтесь, ссылка в описании. Почему ёлку вешали вверх ногами и откуда вообще пошла ёлка? Где родина нового года? И как появились новогодние игрушки? Обо всём этом и не только прямо сейчас за считанные часы до нового года, поведает Телл Блокнет. Историки утверждают, что традиция празднования нового года зародилась в Месопотамии более 4000 лет назад. Следом к празднованию подключился древний Рим. Поначалу верховный жрец Рима самолично решал, когда наступит новый год, имея право удлинить или укоротить год по своему желанию. Потом римский новый год приурочили к 1 марта, а в 153 году до н.э. римляне стали его отмечать 1 января, совмещая с выборами нового консула. Это древние римляне сформировали идею, как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому они старались веселиться, дарили друг другу подарки, сначала вкусную еду, а позже и деньги. До 1492 года на Руси новый год, как и поначалу древних римлян, тоже наступал в марте. Затем его перенесли на сентябрь, это было удобно и логично. Ты поработал, собрал урожай, есть что отпраздновать и главное чем, закрома-то полная. Но Пётр Первый, великий унификатор вся Руси, повелел своим указом перейти на общеевропейское летоисчисление и праздновать новолетие с 1 января 1700 года. Указ этот читался на лобном месте. Каждые полчаса дядьки сменяли друг друга и произносили текст много-много раз, чтобы никто не говорил потом, что не слышал. Уклонистам грозили смертной казнью. Теперь в Новый год всем положено было целых 7 дней шумно веселиться, стрелять из небольших пушечек, будь у кого есть, из мушкетов и иного мелкого ружья, ракетов и поджигания смоляных бочек. Ну а боярам, к тому же, надо было бриться, пить, курить, танцевать с дамами минуветы. Новогодняя елка – это тоже нововведение Петра, которое он срисовал в Европе. Если углубиться в века, то елка – это сакральное дерево древних кельтов и немцев, которые прямо в лесу вешали на нее цветочные тряпочки, пугая так злых духов. Хотя царь велел ставить елки только на улице, все равно народ страшно злился. Ну где это видно, на поклоняться, как немчура, вечно зеленым колючком? Да к тому же, русичи издавна елку не очень-то любили, считали древом мрачноватым, с ней был связан культ предков. При Петре елки не украшали, они сами были украшением. После его смерти новогодние елки ставить перестали. Лишь владельцы кабаков продолжали украшать языческим древом крыши своих заведений. Причем эти елки стояли там круглый год, служа указателем. Кабаки стали называть елками, а выражение «идти под елку» означало «идти в кабак». Хвоя осыпалась, елки становились палками, и выражение «елки-палки» стало означать крайнюю досаду. В средневековой Европе елку наряжали и украшали совсем по-другому. До лютера елка даже не стояла привычно на полу, а висела вверх тормашками под потолком. В этом не было какого-то тайного смысла, кроме чисто карнавального веселья и прикола. На перевернутое и подвешенное деревце цепляли всякие сласти. В назначенный час открывались двери и в комнату врывались дети. Они с визгом подпрыгивали и обдирали елку как липко. В Европе елка стала рождественской на 300 лет раньше, чем на Руси. А новогодняя она была издавна. По легенде это сделал Мартин Лютер, основатель протестантизма. Чтобы как-то сблизить тотемное дерево с христианством, он сказал своей пастве украсить верхушки праздничных елок вихлиемской звездой, а на ветхе поместить свечи. Новогоднее празднество возродились при Екатерине II, а первую елку организовал в конце 1830-х годов император Николай I. С улицы в русские дома елка переехала в 1840-м. Первыми ее принесли домой проживающие в Петербурге немцы. Причем они поставили елочку заранее, уже на католическое Рождество, и простояло деревце до самого крещения. Этот обычай горожанам так понравился, что они стали устанавливать елки в своих домах, а смекнувшие выгоду крестьяне стали устраивать елочные базары. Из столицы империи эта традиция разошлась по всей стране. В России елки стали украшать в середине 19 века. Сначала лакомствами, конфетами, орехами в яркой обертке, пряниками, яблоками, а кто победнее, кусочками сахара, овощами и хлебным мякишем в тряпочке поярче. На ветках горели свечки, на верхушке звезда, а блестящие шары появились сравнительно недавно, примерно 100 лет назад. Говорят, что первый елочный шар появился из-за неурожая яблок, запасы фруктов к зиме кончились, находчивые стеклодувы маленького городка в Баварии на замену круглым яблокам выдули шары, а в 1870-х годах в Америке простой телеграфист догадался заменить пожароопасные свечи на электрические гирлянды. В 1918 году большевики запресили праздновать Новый год, считая это буржуазной прихотью. До 1936 года новогодняя елка ушла в подполье, только в некоторых семьях решались устраивать ее и делали это тайно, потому что поплатиться за такое нарушение можно было очень жестко. Позже Сталин в близком кругу намекнул соратникам, новогоднюю елку советским детям неплохо бы вернуть, пусть, мол, кто-то выступит с инициативой, я разрешу, сказано, сделано. Только рождественскую звезду заменили на красную пятиконечную, а украшения стали отражать планы на ближайшую пятилетку. Сначала делались в виде танков, самолетов, тракторов, кораблей, паровозов, при хрущеве в виде кукурузы и прочих репок с морковками, а потом на елках появились ультрамодные серебристые спутники, ракеты и космонавты. Считается, что если в последний час старого года написать свое самое заветное желание на бумажке, а потом с началом боя часов поджечь эту бумажку, то можно определить, будет ли желание. Если записка догорит, пока часы бьют, то обязательно все осуществится. Что ж, ребята, Телблокнет поздравляет всех вас с новым 2016 годом и желает, чтобы все ваши бумажки обязательно сгорели до конца боя курантов.